Всем привет! Сегодня будем готовить очень простой и быстрый рулет, который печется всего лишь 12 минут под любой крем и любую начинку. Первое, что нужно сделать, разогреть духовку на 180 градусов и только тогда начинаем готовить. Четыре яйца, желтки в одну сторону, белки в другую. Взбивать буду одновременно, чтобы было быстрее. В белки щепотку соли и начинаю взбивать на средних оборотах. Желтки взбиваем сначала без добавления сахара, просто чтобы они посветлели и увеличились в объеме. Общую норму сахара делим приблизительно так на глазок. Половину отправляем в белок, половину отправляем в желтки. В желтки сразу добавляем ванильный сахар. В желтки добавляем 4 столовые ложки воды комнатной температуры, ни в коем случае не холодной. Так, вот так перемешаем и будем соединять с белком. Так, смотрите, как хорошо взбился белок. Ух, ух, моща! Теперь сюда отправляем желтки. Аккуратно силиконовой лопаточкой перемешиваем все в одну сторону. Вот, все сказала. Через сито будем просеивать муку вместе с разрыхлителем сразу. Значит, если вы хотите сделать, например, шоколадный такой бисквит, можно же иногда захотеть что-то такое вкусненькое с шоколадом перемазать, чтобы было шоколадное. Вы просто берете из общей нормы муки, которую я дала, убираете, например, столовую или две столовые ложки, и вместо них добавляете столько же какао. Например, убрали две ложки муки, значит, две ложки какао добавили. Все аккуратно перемешиваем в одну сторону. Их рулетов я себе когда-то купила формочку. Значит, длиной она где-то 32 на 23. Ну так, плюс-минус. Я вот всегда ей пользуюсь, и даже жалко ее менять. Знаете, когда меняешь какую-то формочку, всегда так стрёмно, а то перестанет получаться. Знаете, как рецепт с бабушкиными пасками. Нужно точно по рецепту, причем в открытом виде, иначе не получится. Вот такое, знаете себе, суеверие. Так, перекладываем, распределяем. У меня есть такая линейка дежурная, которой я пользуюсь, чтобы бисквит был ровный. И что я делаю? Смотрите, выравниваю края вот так. Главное, хорошо распределить. Если у вас при этом где-то столовая или две ложки останется тесто, ничего страшного. Вытираем края, и духовка уже должна к этому моменту разогреться. Так, убираем в духовку на 180 градусов, в горячую. У меня печется ровно 12 минут. Только что достала бисквит из духовки, пока он еще горячий. Берем нож, так, нужно аккуратно придерживаем. И по краю формы отделяем бисквит от формочки. Делаем это, пока он горячий. Влажное полотенце, пока бисквит еще горячий, переворачиваем. И снимаем пергамент. Только не тяните резко. Лучше вот так вот, по чуть-чуть, чтобы не повредить. Заворачиваем бисквит, вот так вот, подгибая его. Вот так. Опа. Полотенце нужно хорошо отжать. И оставляем швом вниз, вот так вот, до полного остывания. Когда бисквит остыл, аккуратно его разворачиваем. Смотрите, как он остывает, и он остается в форме рулета. Так. Такой бисквитный рулет можно смазывать совершенно любым кремом с любыми начинками. Это самый вкусный и удачный рецепт на мой вкус. Я сегодня буду смазывать просто абрикосовым джемом. Вы тоже можете взять что-то из своих запасов, а можно сделать с каким-нибудь кремом или с фруктами. Распределяем равномерно по всему коржику. Так. Теперь сворачиваем. Подгибаем вот этот вот край первый. Я как раз сюда положила кусочки абрикос, чтобы было прям вот так вот очень вкусно и красиво в разрезе. Так. Вот так. А теперь заворачиваем. Если вот когда вы сворачиваете, очень много абрикосы получилось у меня в этот раз, я уберу ложечку или две. Закручиваем, оставляем швом вниз, чтобы пропитался. Значит, если вы делали кремом и хотите, чтобы хорошо пропиталось, нужно оставить на 2-3 часа. Я сегодня делаю с джемом, поэтому оставлю просто в кухне на столе. Если вы делаете с каким-то кремом, то лучше отправить в холодильник, чтобы он хорошо держал форму. Рулет готов. Открываем. Он мягенький, поэтому храните под закрытым полотенцем. Теперь перекладываем. Так, смотрите, хорошо переносится. Присыпаем сахарной пудрой. Так. Можно полить шоколадом. Я украшу немного мятой, вот так. И все. И подаем. Сейчас отрежем и попробуем, какой внутри, как получился. Смотрите, как хорошо режется, когда постоял целую ночь и пропитался. Даже такой простой рулет вместе с джемом можно подать с фруктами на большой белой тарелке. Будет очень красиво. Можно, конечно, вилочкой, но так вкуснее всего. Ммм. Ммм. В меру влажный, в меру сладкий. Но на мой вкус он просто какой-то идеальный. Это самый удачный рецепт, вот из того, что я делаю дома, именно для рулетов. Он подходит практически под все. Обязательно приготовьте и напишите мне ваши комменты и ваши результаты. Жду фотки в инстаграме. Сделайте с каким-нибудь вкусным кремом. Можно сверху с орехами. Ну, в общем, жду ваши фото. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Смотрите меня на телеканале R1.